привет друзья это видео будет какого-то рода продолжением к нашему предыдущему ролику о баллистике о пределах баллистических возможностей и мы сегодня мы поговорим о новом калибре шесть половиной кридмар который обещает быть очень перспективным и уже сейчас и рассматривается и применяется но как минимум силами спецопераций в качестве достаточно такого но наверное основного винтовочного патрона и тут мы поговорим подробнее о нем но в самом начале мне необходимо наверное дать некоторые разграничения дело в том что параллельно с этой программы существовал проект 6 и 8 миллиметровый о нем есть отдельное видео на канале называется он ngsw new generation squad weapon пожалуйста посмотрите это видео не будем его пересказывать кроме того к самому по себе калибру 6 и 5 миллиметров критмар американские военные подошли не сразу и тут я порекомендую так сказать еще один ролик это ролик об истории снайперского оружия в сша тоже наверное нет смысла пересказывать все посмотрите там будет видна эволюция как к этому двигались как это происходило что кратко хотелось бы напомнить вот из этого прошлого то что мы сегодня используем но во первых игры с условно тяжелыми калибрами в реальности но на сегодня стали очень редкий вместо винтовок 50 калибра и даже 338 лапа магнум снайперы спецназа начали искать реальную такую рабочую лошадку полегче но при этом более дальнобойную чем старый основной калибр 7 62 на 51 что интересно длинный ресивер от ремингтон 700 и был изначально как бы сделан нот длинным и позволял применять патроны 300 честер магнум хотя та же винтовка м24 которая долгое время являлась основной снайперской винтовкой в сша использовала патрон более короткий 7 62 на 51 но имела вот этот так сказать запас модернизации почему это привело в разных подразделениях начали появляться различные варианты этой винтовки уже самостоятельно перестволенной под калибр 300 винчестер магнум почему понятно это увеличивало дальности стрельбы скорость пули уменьшала поправки делаю более предпочтительной для больших дальности что дополнительно интересно к этому были приняты и соответствующие патроны марк 248 то есть снайперам не надо было самим мучиться искать какой-то там гражданский вариант патрона а им был предоставлен казенный военный боеприпас и в принципе снайперы были довольны однако боевые действия в ираке и афганистане обратили внимание военных на необходимость развития именно самозарядных винтовок но ни одна из существовавших на то время автоматических платформ но самозарядных платформ не позволяло работать со столь длинным калибром столь длинным патроном и стала задача по возможности вписаться в существующие магазины во первых ну и винтовки самыми крупными из серийно доступных и массово выпускающихся оказались винтовки sr-25 позже ср-25 этот индекс который применялся в конце 90-х в начале двухтысячных на вооружение было принято винтовка m110 это та же стоунер с винтовка стоя юджина стоунера так сказать прообразом который был была винтовка ар-10 но так сказать уже более современных итерациях таким образом то есть до военные хотят иметь более на стильный баллистический более выигрышный боеприпас но при этом они ограничены логистикой то есть им нужно вписаться в габариты винтовок магазинов существующих уже и широко распространенных и соответственно они влазят хотят влезть винтовку ар-10 что происходило исторически в 2007 году этой темой занялись дэйв эмори это старший баллистик компании хорноди достаточно серьезная компания с прекрасным именем репутацией в этом деле и второе так сказать участник этой рабочей группы дэнис дэмил вице-президент компании кридморт спорт мы уже говорили в одном из ранних видео по баллистике в штатах это совершенно нормально когда разработки нового перспективного боеприпаса занимаются абсолютно гражданские люди когда-то этим занимались даже журналисты из журнала precision shooting большое количество гражданских занимающихся просто стрельбой энтузиастов и исследователей на сегодня такая достаточно легендарная личность это брайан лиц которые точно также работают по очень многим проектам с различными правительственными организациями по выработке новых баллистических решений вот тогда хорноди и кридморт спортс совместно сотрудничая начали искать решение для этого калибра таким образом появился клип 6 половиной миллиметров кридбор естественно в начале они его предложили на гражданский рынок и продемонстрировали на большом числе спортивных соревнований и показав высокую эффективность заинтересовали время к чему это привело уже в октябре 2017 года силы спецоперации юс соком провели сравнительные испытания самостоятельные на которые естественно там никто со стороны уже не мог влиять они провели сами они отстреляли три калибра из самозарядных винтовок ср 25м 110 со стволами длиной 20 дюймов почему 20 дюймов почему не длиннее не больше по той причине что да как бы задача стояла иметь относительно компактную такую мобильную винтовку какие три калибра были отстреляны естественно в качестве так сказать baseline базовой линии отстреливался калибр 762 на 51 они стреляли его с снайперским патроном м 118 long range в качестве новых припасов альтернативных были калибр 260 риммингтон и шесть с половиной критбор какие результаты получили что вот самое интересное мы хотим увидеть по сути 260 риммингтон и шесть с пять критбор показали но результаты очень схожи там разница была незначительна но по сравнению со старым патроном 762 вероятность поражения на дальности 1000 метров было выше в два раза но это заметно значительный рог и по ветровому сносу ветровой снос был примерно на треть меньше что естественно но делаю винтовку менее чувствительным к ошибкам стрелка в определении ветра здорово тут в пору так сказать вспомнить но такой классический традиционный скепсис некоторых военных которые говорят нам нужен такой калибр чтобы снайпер мог при необходимости заимствовать патрон от там вытащить его из ленты пулеметчика и использовать там по бедности если вдруг будут проблемы с логистикой заковыка как поступили силы спецоперации они сказали но раз так значит надо чтобы пулемет стрелял этим же калибром а чё так можно было что ли в результате по запросу соком в 2019 году 20 мая был продемонстрирован пулемет компании фабрик националь пулемет марк 48 перед стволенный подкалибр 6,5 миллиметров дело в том что в мае каждого года проводится такой индустриальный ивент индустриальное мероприятие я бы сказал под названием это как конференция конференция называется national defense industry ассоцией чем и но списал спешил операщен форсис индустрии конференция индустрии направленная показать все что они могут для сил спецоперации так что так тут хочется сказать а что так можно было можно было сделать пулемет под снайперский потом вот так они сделали уже чуть позже в ноябре 19 года и с нами это флот заказали первые комплекты для замены калибра на имеющихся у них винтовках m110 такой комплект носил название m110 k1 к 1 годом позже в апреле двадцатого года но даже не годом на полгода позже в апреле двадцатого года united states department of defense это по нашему как бы министерство обороны приняло решение о замене винтовок марк 13 это болтовые винтовки в калибре 300 винчестер магнум на самозарядной винтовки 6 половиной критмар с длиной ствола 20 дюймов и в принципе подобная тенденция началась по всему миру не буду скрывать то есть в открытых источниках уже сейчас есть публикации о том что соком проводит конкурс на новые винтовки мрдж с это снайперские и мрдж и и это и клокас out rifle это штурмовые карабины в одном и том же клей по но по открытым публикуемым данным данные винтовки надежно работают на дальности до 1200 ярдов и имеют там звуковой барьер в районе 1400 ядов при этом обеспечивая стрелку вес размеры мобильность но сопоставимую с нормальной самозарядной винтовкой для тех кто любит сравнивать цифры скажу что если не влазить глубоко в диаграммы то кратенько 6 с половиной критмар дал баллистику сопоставимую с калибром 300 винчестер магнум с калибром с которого мы начинали этот рассказ но в компактный в компактной группе вот так на этом о калибре 6 половиной критмар я коротенько наверное закончу рекомендую вам если вы не смотрели посмотреть первую часть это баллистика баллистические пределы тогда вы сможете более качественно изучать любые таблицы стрельбы и легче сравнивать калибры между собой вы будете понимать как это делать на этом прощаюсь всем спасибо пока пока оставляйте ваши комментарии вопросы для наших новых видео а